Митрополит Иларион Алфеев. Родился в 1966 году. Получил высшее музыкальное образование в Москве. В 1991 году окончил Московскую духовную академию. В 1993 году окончил аспирантуру Московской духовной академии. В 1995 году окончил Оксфордский университет. Автор публикаций по патристики догматическому богословию и церковной истории. Переводчик творений отцов церкви с греческого и сирийского языков. Композитор. Председатель отдела внешнецерковных связей. Ректор общецерковной аспирантуры и докторантуры. Кандидат богословия. Доктор философии. Тема моего доклада «Значение монашества для современного православия». Будьте совершенны, як же Отец ваш Небесный совершен есть. Послушная своему Царю, Церковь Христова вот уже без малого две тысячи лет стремится к достижению этого недостижимого без благодати Божией идеала, заданного Господом в Нагорной проповеди и лежащего в основании великой христианской аскетической традиции. Эта традиция, давшая необъятный сон святых аскетов, несомненно, не появилась в одночасье, но стала плодом многовекового развития и оттачивания своих форм и норм. Поступательный характер формирования аскетической традиции находит в себе подтверждение в том месте Евангелия, где Господь, освобождая на время своего земного служения своих учеников от некоторых традиционных видов аскезы, указывает на время, когда отнимется от них жених и тогда будут поститься. Столь же несомненно, что типология христианской аскетики уходит своими корнями в дохристианскую религиозную культуру, причем не только Верхозаветную. В каком-то смысле можно говорить о единой типологии аскезы, опирающейся на некий всечеловеческий религиозный опыт. Специфику христианской аскетики, вероятно, нужно искать именно в синтезе различных аскетических традиций религиозного и религиозно-философского происхождения, ставшим возможным благодаря сближению библейского представления об образе Божием в человеке и идее уподобления Богу, звучащей в платонической религиозно-философской традиции. Аскетическое богословие, возникающее на стыке догматики и аскетической практики, находится в тесной зависимости и от антропологии, получая тот или иной оттенок в зависимости от традиции мысли, стоящей за антропологическими воззрениями того или иного автора. Мое нынешнее слово не о теории христианской аскези и не об истории аскетических учений, но о том, какое значение для современного православия имеет то церковное сословие, для которого аскеза является основным способом его бытия, можно сказать, его профессии. Речь идет о монашестве. Цель восхождения христианина одна – это таинственная встреча с Богом, вступление в богообщение. Но к этой вершине ведут различные пути. Один из них – это брак, другой – монашество. Жизнь Иоанна Предтечи и неск некоторых апостолов христовых, а также некоторые эпизоды Евангелия и послания апостола Павла говорят о возможности скорейшего достижения этой цели именно в безбрачии. Да и земное служение Спасителя могло осуществляться только не обремененное обыденными семейными заботами. В ченопоследовании монашеского послега включено евангельское чтение, заключающее в себе всю философию монашества. «Кто любит отца или мать более нежели меня, не достоин меня, и кто любит сына или дочь более нежели меня, не достоин меня, и кто не берет креста своего и не следует за мною, тот не достоин меня». Монашество предстает как наиболее радикальная форма следования призыву Христа к совершенству, к самоотвержению и несению креста. Монашество есть благое иго Христа, добровольно возлагаемое иноком на себя. Оно есть наиболее полное подражание тому, кто кроток и смирен сердцем, ради кого монах отрекается от родителей, от сродников, от всего мира. Эта иго Христова наиболее отчетливо выражена в монашеских обетах, которые заключаются в следующем – пребывание в монастыре и постничество, хранение себя в девстве целомудрия и благоговения, послушание настоятелю и всей о Христе братьям, пребывание до смерти в нестяжании и добровольной нищете, принятие всех уставов иноческого общежития, правил святых отцов и приказов настоятеля, готовность терпеть всякую тесноту и скорбь иноческого жития ради Царствия Небесного. Принесение этих обетов знаменует собой вступление в новую жизнь, полную различных подвигов и борений. Монашество, в отличие от брака, является уделом избранных. Избранных не в том смысле, что они лучше других, но в том смысле, что они чувствуют призвание и вкус к одиночеству. Если у человека нет потребности в пребывании в одиночестве, если ему скучно наедине с собой и с Богом, если ему постоянно требуется нечто внешнее для заполнения, если он не любит молитву, не способен раствориться в молитвенной стихии, углубиться в нее, приблизиться через молитву к Богу, в таком случае ему не следует принимать монашество. Монашество имеет особое значение для всего церковного тела. Монах не ради себя только избирает этот тернистый и полный искушенный путь. От нажитого им духовного богатства будут питаться не одни десятки духовных нищих. Тем самым будет созидаться тело Христова, но уже не таинством и научением, как в служении священства, а примером всей жизни монаха, всего себя, отдающего Богу и людям. Подтверждение этому может служить и само пострижение в монашество, которое хотя и принято относить к числу обрядов, но древнецерковные авторы, такие как Дионисий Ариопагид, Федор Студит, называли его таинством и включали в число других важнейших церковных священодействий. Да и в самом чинопоследовании пострижения в монашество оно также называется таинством. Принимая монашество, человек берет на себя ответственность не только перед самим собой, но и перед теми людьми, которые будут взирать на него, пытаясь найти духовную поддержку. Преподобный Исаак Сирин говорит, «Инаку во всем своем облике и во всех делах следует быть назидательным образцом для всякого, кто его видит, чтобы по причине многих его добродетелей, сияющих подобно лучам, и враги истины, глядя на него, даже невольно признавали, что у христиан есть твердая и непоколебимая надежда на спасение, ибо монашеская жизнь – похвала Церкви Христовой. Жизнь монаха не принадлежит ему, она отдана Богу и Церкви. Монах только тогда оправдывает свое призвание, когда его жизнь приносит плоды и по отношению к Богу, и по отношению к Церкви. Монах приносит пользу по отношению к Богу, если постоянно работает над собой и, духовно преуспевая, восходит от силы в силу. Он приносит пользу Церкви, если передает людям Церкви тот духовный опыт, который накопил в себе, либо накапливает в себе этот опыт, чтобы потом поделиться им с другими членами Церкви. Хотел бы сказать несколько слов о некоторых современных проблемах монашеского служения и монашеской жизни. На тех, кто вступает на путь монашеской жизни, лежит великая ответственность. Эта ответственность не только перед самими собой, не только перед своим монастырем, но и перед всей Церковью. По церковному преданию монашеские обеты даются человеком раз и навсегда. И согласно каноническим правилам Церкви, даже тот монах, который сложил в себя иноческое одеяние и вступил в брак, продолжает считаться монахом, хотя и монахом падшим, живущим во грехе. В этом смысле монашеские обеты налагают на человека большие обязательства, чем брачные обеты. Церковь при некоторых обстоятельствах может признать брак несостоявшимся и даже благословляет невиновной стороне вступление в новый брак. Однако никакого растряжения церковные каноны не признают. Монашество должно приниматься человеком по глубокому внутреннему призванию и внутреннему убеждению, чтобы стать для него путем внутреннего совершенствования, путем восхождения по той лествице добродетелей, которую в своем одноименном труде описал преподобный Иоанн Игумен Синайской горы. Монашество не может состояться как таинство церкви и как служение церкви, в том случае, если человек принимает постриг либо против воли по послушанию другому лицу, либо в слишком раннем возрасте по собственному неразумию, либо под влиянием настроения или энтузиазма, который потом проходит, и человек остается перед выбором – вернуться в мир или быть плохим монахом. Примеры, встречавшиеся на моем жизненном пути, укрепили во мне убеждение, что решение о монашеском постриге может быть принято только по очень трезвым и серьезным размышлениям, только после того, как человек глубоко укрепился в своем желании жить монашеской жизнью, убедился, что это его призвание от Бога. До тех пор, пока у человека сохраняется хотя бы тень сомнения, принимать монашество не следует. Ошибка может иметь трагические последствия, так как дав монашеские обеты, а затем поняв, что монашество ему не по силам, человек редко бывает способен вернуться к нормальной жизни. Он остается на всю оставшуюся жизнь духовно травмированным, нравственно искалеченным. На монашеском пути, как и в браке, бывают свои взлеты и падения. Первоначальное восхищение монашеским житием имеет свойство сменяться разочарованием и рутиной. Пережить эти тяжелые минуты монаху поможет только опытный духовный наставник, который сам искушен быв, может и искушаемым помочь им. Сила монашеской традиции заключается именно в преемстве духовного руководства, которое, как и апостольское преемство, идет от первых христианских времен. Духовный опыт передается от учителя к ученику, а потом ученик сам становится учителем и передает этот опыт своим ученикам. Сегодня число монастырей в Русской Православной Церкви перевалило за 800. Но далеко не каждый из них может похвалиться наличием духовно-опытного наставника. Это и понятно. Духовные руководители должны вырастать на протяжении десятилетий, а чтобы они выросли, должна существовать прочная монашеская традиция. Сами духовники должны быть учениками опытных наставников. А чему может научить молодой игумен, не прошедший многолетней школы послушания, таких же молодых и непривыкших к послушанию монахов? Выход из этой ситуации представляется следующим. Точно так же, как в древности не крестили людей без должного оглашения, не следует и постригать в монашество раньше времени духовной зрелости, а к постригу следует готовить долго. Постриг должен стать не началом монашеского пути, а неким итогом длительного подчас долголетнего искуса. Постриг должен подтверждать, что человек призван к монашеству, что его желание стать монахом не было поспешным, что это было его собственное желание, а не желание другого лица, пытавшегося принудить его к монашеству. Само учреждение монастыря должно быть сопряжено с наличием духовно-опытного руководителя. Не такая-то монахиня назначается исполняющей обязанности игумени с возложением креста по должности, поскольку монастырь стоит, а возглавить его больше некому. А монастырь создается потому, что появился опытный духовник, вокруг которого собирается новое братство. Укоренение в духовном делании и подвиге послушания, к которым призывается монах, способно служить исцелению и другой распространенной болезни современного монашества. Увлечение, не свойственное для монашества деятельностью церковного строительства, по праву принадлежащей епископской власти. Не имея ни должной богословской подготовки, ни духовного видения существа церковных проблем, некоторые монахи начинают выдавать свои собственные домыслы за голос церкви, иной раз входя в прямое противоречие с голосом священно-началия. Голос монашества только тогда может считаться голосом церкви, когда он имеет бесспорное харизматическое основание, бесспорный духовный авторитет. И, конечно, голос монашества должен звучать в унисон с голосом церковной иерархии, а не противоречить ему. Следует задать вопрос по целесообразности практики быстрого и почти повсеместного рукоположения монахов в священный сан. Не успев окрепнуть в борьбе с собственными помыслами, не научившись подлинному послушанию и измерению, молодые «старцы» начинают смирять приходящих к ним людей, вовлекаясь во все перипетии их мирской жизни. Таковым впору напомнят слова Спасителя. «Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Представляется более целесообразной фрактика афонских монастырей, в которой число иеромонахов в монастыре, как правило, ограничивается числом алтарей, в которых ежедневно совершаются литургии, в то время как большинство братьев проживает весь свой монастырский век простыми монахами, исполняя порой самые ответственные послушания в обители. К числу простых монахов относился и преподобный Силуан Афонский, который был многолетним экономом Свято-Пантелеймоного монастыря без принятия священства. Существует особая прослойка в монашестве, которой по роду деятельности и по послушанию священноначалью приходится жить вне монастырских стен. Это приходские иеромонахи, преподаватели духовных школ, сотрудники епархиальных и синодальных учреждений. Их монашеский путь особенно труден. Перед ними стоит задача превратить свое обычное жилище в монашескую келью, а окружающий мир со всеми его соблазнами должен стать для них пустыней. Для них монашество предстает прежде всего как путь внутреннего делания. Им не всегда можно будет положиться на своего духовного наставника. Но если они будут непрестанно взирать на лик Христа, не опуская всякой возможности уединения и молитвы, питаться духовной трапезой святых отцов и учителей аскетики, они вполне могут состояться, как добрые иноки. Огромную ошибку допускают те люди, которые принимают постриг ради церковной карьеры. В современной практике православной церкви архиереем может стать только монашествующим. Это приводит к тому, что люди с карьерными устремлениями принимают монашество, чтобы достичь церковных высот. Но высот этих достигают очень немногие, потому что монахов много, а епископов мало. Монашество можно принимать только в том случае, если человек целиком ориентирован на Бога, готов отдать Богу свою жизнь, идти тесными вратами. Монашество – это максимальное выражение того тесного пути, о котором говорит Господь. Недопустимо принимать монашество и по послушанию. К сожалению, часто человек на каком-то этапе своей жизни не может решить, принимать ли ему монашество или вступить в брак. Не имея достаточных внутренних сил для самостоятельного решения, он отправляется за ответом к старцам. Такой подход порочен. Все ответственные решения человек должен принимать сам, а у старца можно только просить благословения на уже принятое решение. Хотел бы в заключении сказать о том, что монашество призвано к особенному служению внутри Церкви. Но это служение осуществимо только в том случае, когда монашество становится путем совершенствования и преображает всю жизнь человека, изменяя ее самым радикальным образом. Монашество и сегодня остается неотъемлемой частью церковной жизни. Много самых трудных и необходимых церковных послушаний исполняется сегодня монахами и монахинями. Но истинным таинством Церкви монашество становится только в том случае, если преодолеваются все опасности, которые его подстерегают в нынешнюю эпоху. Сегодня, когда христианство находится под натиском безбожного мира, когда сомнения обуревают юные души, не имеющие опоры в обычаях благочестия, святость и чистота монашеского жития должны стать тем маяком, к которому будут стремиться все плавающие в море житейском, и те, кто в Церкви, и те, кто только на подходе к ней. Для этого монаху требуется услышать голос Божий и отдать всего себя безраздельно Богу. Для этого необходимо возненавидеть себя и полюбить врага своего. Для этого нужно очистить свое сердце и дать возможность Христу самому действовать в человеке. Следуя таким путем, каждый монах окажет неоценимую услугу не только самому себе и окружающим его людям, но и всей Христовой Церкви. Я благодарю вас за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.